Одесситка Кристина купила квартиру в жилкомплексе Радужный во время строительства. Пережила многое. Сперва дом был неузаконен, потом в нем не хотели прописывать, теперь проблемы с тарифами. Так как у нас электроплиты, у нас вообще должен быть тариф по 21 копейке. На сегодняшний день 4 больших огромных дома в 11 около 900 квартир и в 3 десятках около 450 квартир люди платят по 1 гривне 30 копеек за 1 киловатт электроэнергии. Это просто сумасшедшие деньги. Там около 1000 набегают с однокомнатной квартиры ежемесячно. В течение года жильцы требовали от застройщика и Одесса Облэнерго пересчитать тарифы. Но за это время ничего не поменялось. В Облэнерго во всем винят компанию застройщика. Те якобы не выполняют требования энергетиков, поэтому дом не могут принять на баланс и снизить тарифы. По словам представителей Облэнерго, они неоднократно требовали устранить недоработки в электросетях. Застройщик уверяет, все давно сделали. Все разработано с проектной документацией. Им же согласованная проектная документация. И есть решение о согласовании проектной документации. И есть паспорта, которые уже опломбированы и все выписаны. После долгих обсуждений энергетики согласились подписать необходимые документы. При условии, что вся ответственность ложится на компанию застройщика. Это означает, что в скором времени будут пересмотрены и тарифы. Акт допуска будет сегодня. И решение, точнее заключение выполнения будет сегодня. Затем одесситы отправились к новому губернатору. Потребовали от Игоря Палица решить транспортные вопросы, а также проблемы с детским садом и поликлиникой. У нас вообще колоссальные проблемы с обслуживанием в детской поликлинике. Они там нас не хотят брать. Вот детская шестая поликлиника. Они не хотят брать наших детей радужных обслуживать, потому что мы в Идиопольский район. Мы в Идиопольский район. А что, поедите, говорят, в институт Таира. Мы сождадим в понедельник комиссию. Будет и прокуратура, и милиция. Теперь одесситам остается только ждать. Если обещание не выполнят, грозятся снова выйти на улицы. Поксим Шпат, Эдуард Шандрович, Первогородской.